И меня война не обошла. Во Дворце культуры «Октябрь» состоялся вечер памяти новарингойского поэта Николая Усатенко. Его книги «Белый танец тундры» и «Опаленные войной» не только широко известны, но и любимы северянами. Отмечу, военная тематика красной нитью проходит через все творчество писателя. О поэзии, актуальной в наши дни, расскажет Аминат Дышекова. Живое исполнение классической музыки, пожелтевшие рукописи и газеты. Атмосфера в зале настраивает нам возвышенный, немного романтический лад. В 45-м, в год Великой Победы, на свет появился Николай Усатенко, один из любимых и узнаваемых поэтов на Севере. Его книги станут желаемым подарком для многих. Их будут перечитывать несколько раз, особенно фронтовики. Великая Отечественная война – тема, которую автор пронесет практически через всю свою жизнь. Простой, общительный. Для многих в зале Усатенко свой, родной. Именно так вспоминают его близкие и знакомые. Николай был такой своеобразный. У него свой необычный говор, лексикон, такие вибральные способности домашнего человека. Он читал стихи, рассказывал, как они у него выходили неожиданно. То, что он брал ручку и быстренько записывал. Его произведения легкие и почти невесомы. Но в то же время несут глубокий смысл. Идеи гуманизма, любви и равенства. В зале те, кто не смог близко узнать автора, но зато поддерживает тесную связь с супругой поэта – Татьяной. Раньше она была частым гостем в городских школах. Она рассказывала очень много о нем. Это было, конечно, давно. Но я помню, что он был очень хорошим человеком. Тем более, что он мой земляк. Я из Петровской области. И он похоронен в моем городе, Непозрежинске. Она подарила нам две книжечки. Подписала нам. Вот мне на добрую память о Татьяне Усатенко. В одной из книг Николая Усатенко есть строки, которые землячка-поэта любит перечитывать. Написаны десятилетия тому назад. Сегодня они вновь актуальны. Заселю огромное пространство. Жизнь вдохну в космический мороз. В космосе не будет иностранства. Войн не будет. И не будет слез. Творчество новорингойского поэта вдохновило присутствующих на написании стихов о своем литературном кумире. В жизни не были с ним знакомы. Но его, прочитав стихи, ощутил и души. Истому сердцу стали они близки. Семидесятилетие со дня рождения Николая Усатенко – не просто очередное событие в жизни города. Это своего рода дань памяти человеку, который воспел в своих произведениях любовь к родине. Аминат Дышекова, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».